Бесконтактные платежи становятся все популярнее, и это неудивительно. Зачем доставать из кармана кошелек, светить всем свою мелочь, искать карту, вбивать пин-код, если можно просто приложить смартфон к терминалу и тем самым оплатить покупку. Но все еще смартфон тоже нужно доставать, а мы с вами человеки-ленивые. Поэтому в последние пару лет стали популярны умные часы и браслеты с поддержкой NFC. В таком случае для оплаты вам нужно провести минимум действий, с лицом Джеймса Бонда просто поднести запястье к терминалу. Согласитесь, это удобно, так что давайте посмотрим, какие носимые аксессуары с рабочим NFC стоит брать в 2020-м. Первыми в нашем списке будут Samsung Galaxy Watch Active. Это, пожалуй, одни из самых крутых умных часов с поддержкой NFC и разумным ценником. Они имеют круглый Super AMOLED-дисплей с диагональю 1,11 дюймов и разрешением 360 на 360 пикселей, что дает очень гладкую картинку. Работают часы под управлением OS Tizen. Внутри двухъядерный Exynos 9110, 768 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной. Так что жаловаться на тормоза вам не придется. Из приятных бонусов здесь пульсомер и система слежения за уровнем стресса. Все медицинские данные можно синхронизировать со смартфоном с помощью приложения Samsung Health, а потом поделиться с друзьями, как тяжела ваша жизнь. К тому же эти часы почти полноценный гаджет. Можно отвечать на сообщения голосом или с помощью экранной клавиатуры. Есть поддержка навигации, влагозащита уровня IP68 и беспроводная зарядка. Существенный минус, пожалуй, только один – это время автономной работы. В активном режиме их хватит от силы на 7-8 часов, а при полуактивном использовании аккумулятора на 230 махов хватит лишь на световой день. Так что готовьтесь их ставить на зарядку каждый вечер вместе со своим смартфоном, повербанком, вейпом и кроссовками. Но все еще за 13-15 тысяч это интересное решение для покупки. Вторая версия Galaxy Active Watch 2 стоит на пару тысяч дороже, но зато она приобрела новые полезные функции. Так, влагозащита теперь по стандарту VR50, что позволяет в них мыться под душем и плавать без ныряний. Дисплей стал крупнее, теперь его диагональ составляет 1,4 дюйма, а вот разрешение и начинка остались без изменений. Samsung решили скопировать идею Apple. Есть две версии Active 2 с алюминиевым и стальным корпусом. Правда, смысла в покупке второй нет, за другой материал корпуса вы заплатите лишних 5-7 тысяч рублей. Но самое главное в обновленных часах это наконец-таки нормальное время работы. Samsung нарастила емкость аккумулятора до 310 махов, так что при активном использовании их хватит на весь световой день. Ну и последней интересной моделью умных часов от Samsung можно назвать Gear S3 Frontier. Описать их можно одной фразой – старые, но не бесполезные. Хотя представленные часы были еще в 2016 году, они до сих пор активно продаются, и это неудивительно. Часы работают на двухъядерном Exynos 7270 и имеют 768 мегабайт ОЗУ. Этого вполне хватает, чтобы вы не видели тормозов и лагов. При этом они имеют достаточно большой 1,3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 360 на 360, влагозащиту по стандарту IP68 и аккумулятор аж на 380 махов. Даже сейчас эти характеристики очень неплохи, а в 2016 году они вызывали просто вау-эффект. Собственно, именно по этой причине их до сих пор можно купить за 17-18 тысяч рублей. TicWatch Pro – эти часы одни из немногих китайских решений, которые официально продаются в России, и при этом достаточно интересны, чтобы их купить. Самая любопытная их фишка – это два дисплея, один над другим. Первый идет FSTN-дисплей. Конечно, большинству эта аббревиатура ничего не говорит, однако на деле с ними уже встречались многие, потому что именно такие матрицы обычно ставят в калькуляторы. А вот второй дисплей – вполне привычный AMOLED с разрешением 400 на 400 пикселей. При диагонали в 1.39 дюйма он дает достаточно четкую картинку. Плюс двух дисплеев в том, что FSTN позволяет максимально экономить энергию. Если активировать режим энергосбережения, когда часы показывают только время, дату и количество пройденных шагов, то от аккумулятора на 415 махов они могут проработать до месяца. Конечно, если активировать AMOLED-дисплей и связать часы со смартфоном, то время работы существенно упадет. Но все еще в полуактивном режиме получить около двух суток автономной работы можно абсолютно без проблем. Что касается аппаратной платформы, то в часах используется четырехъядерный Qualcomm Snapdragon Wear 2100 с 512 мегабайтами ОЗУ. Увы, платформа далеко не новая, так что рассчитывать на быструю работу не стоит, но в общем и целом часы работают достаточно комфортно. А если разогнать процессор? Да-да, в часах можно разогнать процессор, если вам не что делать. Американцы на разработку этой системы потратили миллиард долларов. У меня ушла там бутылка водки и бессонная ночь. То проблем с производительностью точно не будет. Из остальных фишек можно выделить пульсомер и влагозащиту по стандарту IP68. Также, разумеется, есть возможность принимать вызовы, писать сообщения и управлять музыкой. В общем, стандартный набор возможностей для хороших часов в 2020 году. К слову, стоят они у нас достаточно дорого – 17 тысяч рублей. Но вот на Али в официальном магазине можно найти дешевле 12 тысяч. А если использовать кэшбэк-сервис, например, SmartySale, можно сэкономить еще 5% и взять эти часы за 10 700 рублей вместе с купоном продавца. Согласитесь, разница в 7 тысяч очень даже заметна. После покупки вы возвращаете часть денег себе на карту. На сайте SmartySale вы найдете огромное количество магазинов, в том числе с повышенным кэшбэком до 20%. Для удобства есть и расширение, которое напомнит вам активировать кэшбэк. Ссылку на SmartySale и официальный магазин часов я оставлю в описании. А мы едем дальше. Умных браслетов с поддержкой NFC хватает. Например, он есть в одной из версий популярного Mi Band 4. Только вот проблема в том, что в большинстве браслетов использовать такую технологию можно лишь в Китае. Да и то обычно не везде, а только для оплаты проезда. Мы с вами по Китаю не ездим, поэтому список таких браслетов резко сокращается. Мы смогли найти лишь один достойный браслет, где NFC работает с платежами по карте. Это американский Fitbit Charge 3. Выполнен он из алюминия, а экран закрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3. Как итог, весит браслет всего 15 грамм, но при этом выдерживает давление до 5 атмосфер. Поэтому, если вы решите нырнуть на 50 метров, это будет не проблема. Главное, потом всплыть. Что не умеешь? Плавать. Сколько тебе лет? Шесть. Экран черно-белый, выполнен по технологии OLED. Увы, тут Fitbit оказывается хуже конкурентов, имеющих цветные дисплеи. Из фишек стоит отметить наличие пульсомера и датчика кислорода в крови. Если вы тот еще скалолаз, вам это пригодится. Также, браслет умеет выводить уведомления даже от сторонних программ на смартфоне. И, разумеется, умеет отслеживать занятия спортом, в том числе плавание и бег до магазина в 20.50. Время автономной работы неплохое, но не рекордное. Порядка 7 дней. Это больше, чем у многих смарт-часов, но хватает браслетов, которые живут в 2-3 раза дольше. Также не радует цена. Гаджет не продается в России официально, а перекупы просят за него 11-12 тысяч рублей, что дороговато за такое решение. Но если вам нужен именно браслет с поддержкой платежей по NFC, то у вас, по сути, просто нет выбора. На традиционной осенней презентации, помимо iPhone 11, компания Apple представила новые умные часы Apple Watch 5 серии. Конечно, этот продукт далеко не для всех. Как по цене, которая начинается от 30 тысяч рублей, так и по возможностям подключения. Эти умные часы работают только с гаджетами Apple. Но все еще это одни из самых крутых умных часов с поддержкой NFC, так что было бы странно не рассмотреть их. Часы поставляются в двух версиях. С размерами 40 и 44 миллиметра и разрешениями экранов 324 на 396 и 368 на 448 пикселей. Работают они на двухъядерном процессоре Apple S5 и, разумеется, никаких тормозов нет и близко. Также с последним обновлением часы получили магазин приложений, что делает их практически самостоятельным гаджетом. Правда, половина приложений платные. Все по канону Apple. Разумеется, они имеют множество интересных фишек. Это и шумомер, и пульсомер, и компас. А Siri умеет на слух определять играющую песню. Конечно, никуда не делась влагозащита до 50 метров и возможность принимать звонки, видеть и отвечать на уведомления. И, пожалуй, единственный их минус – это время автономной работы. С постоянно включенным дисплеем часы проживут лишь световой день, что маловато для устройства по цене флагманского смартфона. Компания Garmin известна как производитель защищенных смартфонов, а также навигаторов. И в ее арсенале есть достаточно интересные умные часы. Модель Vivo Active 3 имеет трансфлективный TFT-дисплей на 1,2 дюйма с разрешением 240 на 240 пикселей. Это слегка маловато, так что картинка будет не самой четкой. Зато фишек у часов хоть отбавляй. Это и поддержка GPS, и встроенный барометр, и пульсометр, и компасы, и термометр. В общем, находка для рыбака. И да, разумеется, есть NFC с возможностью оплаты. Трансфлективный дисплей интересен тем, что информация с него отчитается даже под прямыми лучами солнца, как и в случае с электронными чернилами. Часы поддерживают вывод уведомлений со смартфона, также можно управлять и музыкой. Присутствует влагозащита по стандарту VR50, то есть гаджет не боится брызг и с ними можно мыться под душем. Что касается времени автономной работы, то оно неплохое. При активном использовании с включенным GPS можно рассчитывать на 10 часов работы. При меньшей активности с отключенной геолокацией часы без особых проблем продержатся двое суток. Стоят они, к слову, недешево. Разброс цен большой, от 13 до 23 тысяч рублей, что дороговато с учетом их возможностей. Так, Hover Connected Modular. Это, пожалуй, самые дорогие часы в нашей подборке. Их стоимость начинается от 80 тысяч рублей. Однако стоит понимать, что это швейцарские часы с идеальным исполнением, которые будут вам служить верой и правдой не один год. Взять хотя бы экран. Он покрыт сапфировым стеклом, так что поцарапать его практически нереально. Дисплей выполнен по технологии AMOLED и имеет разрешение 390 на 390 при диагонали в 1,2 дюйма, так что жаловаться на низкую плотность пикселей не придется. Более того, внутри стоит необычный для часов Intel Atom с гигабайтом ОЗУ, так что гаджет просто летает. Встроенного аккумулятора на 345 махов хватает на сутки использования. Также, разумеется, есть водозащита по стандарту VR50. Из интересных фишек стоит отметить встроенный переводчик, фонарик, функцию антилост и трекер физической активности. А вот пульсометра нет, что очень странно. Видимо, чтобы вы не узнали свой пульс после взгляда на ценник. Новинка этого года представлена на КС 2020 Skygen Falster 3. Сердцем этих умных часов является процессор Snapdragon 3100, который ощутимо лучше старого VR200, так что проблем с отзывчивостью интерфейса не будет. Falster 3 понравится инспектору-гаджету, ведь можно звонить с часов, они оснащены микрофоном и динамиком. Работают часы на гугловской VRAS, так что с софтом проблем нет. В новинке используется круглый 1,3-дюймовый OLED-дисплей, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ внутренней памяти. Часы могут похвастаться наличием GPS и NFC. Управляется девайс с помощью вращающейся головки и двух дополнительных кнопок. На выбор доступны три ремешка. Кожаный, металлический и силиконовый. Стоимость новинки 295 долларов и ее уже можно купить. Я попытался перечислить все актуальные на 2020 год часы и браслеты с поддержкой платежей по NFC. Если что-то упустил, напишите об этом в комментариях. Разумеется, в 2020 году их количество вырастет, ведь популярность бесконтактных платежей и не думает снижаться. А я с вами прощаюсь. С вами был МК. Не забудьте подписаться. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok